Несмотря на сюрпризы небесной канцелярии, команда Агрокомплекса была настроена взять реванш за проигрыш в прошлой игре. Мотобольные баталии – это всегда шоу, и его ярким украшением неизменно становятся байкеры. Это уже стало традицией. Нас с мотобольным клубом «Металлург», наш клуб «Селфнейм Дрос МС» объединяет давняя дружба, как с руководством, так и с командой, собственно говоря. Поэтому мы всегда, вне зависимости от погоды, потому как «Металлург» в любую погоду выходит, невзирая, правильно, на какие-то погодные условия. И мы точно так же приезжаем их поддержать. После представления команды обязательного исполнения гимна, взрывели моторы мотоциклов, и судья дал свисток к началу игры. Весь первый период ознаменовался серией атак как со стороны гостей, так и организованных спортсменами «Металлурга». Но, несмотря на все усилия обеих команд, открыть счет не удавалось. Гостей нередко спасала штанга. Впрочем, и «Галкипер» агрокомплекса также продемонстрировал мастерство, частенько спасая створки ворот. Надо все использовать, шансы есть. Чуть-чуть надо дорабатывать до конца. Погодные условия пока не на нашей стороне, поле скользкое. Но я думаю, сейчас распогодится, чуть-чуть асфальт подсохнет, и пойдут другие скоростя. Тем не менее, видновчане раз за разом штурмовали ворота соперника. И, наконец, одна из попыток увенчалась успехом. Иван Крештопа, играющий под номером 9, дает длинный пас на левый фланг Владимиру Сосницкому. И тот открывает счет в матче. Больше в первом периоде заметных событий не было. Я предполагал, что будет сопротивление больше. Потому что эта команда, в общем-то, в последние три года, она, во-первых, бронзовый призер, и она все время прогрессирует. Я думаю, что они окажут более сопротивление. Ну, как говорят, слава богу, что так. В перерыве между таймами тренерскому составу было, что сказать своим подопечным. Агрокомплекс явно продемонстрировал не все свое умение. Со стороны же «Металлурга» и болельщики, и тренеры ждали большего результата. А ты, наверное, пас что-то бывает? Зачем? Зачем? Зачем лично? Зачем? Проще все, правильно? Проще. Во втором периоде театр военных действий практически сместился на территорию агрокомплекса. Естественно, что череда атак не могла не закончиться продуктивно. Изначало Иван Крештопа, а затем и Анатолий Касьянов добавляет очков в копилку «Металлурга». Под занавес второго периода спортсмены «Металлурга» порадовали болельщиков еще одной красивой комбинацией, итогом которой стал четвертый гол в ворота агрокомплекса. Игра у нас сразу не пошла. Дождь, поле, у нас как бы поле другое покрытие, оно очень хорошо держит. А сейчас здесь просто лед, можно сказать. Ну, стараемся, бьемся. В оставшееся время счет на табло оставался неизменным. Впереди у наших спортсменов очередная игра на домашнем поле. Им предстоит встретиться с командой «Колос» из Ставропольского края. Прошлая встреча прошла не в пользу «Металлурга». Хотелось бы, чтобы он был реваншем, потому что действительно споткнулись на старте чемпионата. «Колос» стал серьезным соперником. Будем надеяться, что 15-го надо будет действительно брать реванш. Поэтому, дорогие зрители, приходите 15-го числа, поддержите «Металлург», а он постарается вас не посрамить. Поклонники «Метабола» тоже должны не подвести родную команду и обязательно прийти на стадион 15-го июня. Тем более, что матч обещает быть действительно захватывающим. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.